Друзья, всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня мы выехали в лес. Сейчас находимся в сосновых посадках, но надеемся, что проедем еще куда-нибудь. Это Фатежский район, Курская область. Сегодня 20 сентября 2022 года. Пока нам грибов встречается мало, я нашла всего один масленок. И вот еще целую семейку маленьких маслят. Посмотрите, каких хорошеньких. Я надеюсь, что они будут крепенькие. Не надеюсь, не червивые. Нет. Отличные грибочки. У меня тут спрашивали, нашли мокруху пурпуровую, что за гриб. Раньше не собирали. Очень хорошая, такая крупненькая прям попалась. Отличные. Ну, мне тоже отличные грибочки попались. Берем. Начало положено. Это уже хорошо. Так. Сегодня мы снова с профи. Вот она никак не хочет искать грибы. Но ничего, всему свое время. Я думаю, походит еще со мной и научится собирать грибы. Еще и разные виды будет различать. И гавкать по-разному. Ну, ладно. Идем дальше. Смотрим, что нам найдется еще в этом лесу. Хаччу тоже мокруху пурпуровую. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Лес прекрасный. Погода отличная. Настроение шикарное. В общем, все для того, чтобы собирать грибы. Итак, вперед. За грибами. Цапли полетели. Хорошее место. Здесь бы рыбку половить. Переехали в другой лес. Тут были сосенки. Теперь идем в березки. Но грибов по-прежнему нет. Увидела издалека один грибок. Лежит. Решила просто посмотреть, что за гриб. И это у нас мухомор. Ой, уже старенький, наверное. Зато какой большой, шикарный. Один единственный. Больше здесь грибов мы не увидели. Ну, а пойдем поднимемся в березки. Ну, мало ли. А вдруг. Хотя, если честно, уже слабо в это верится. Но все-таки. Порошли мы сегодня много. Даже груздей не попалось. Хотя были места, где грузди вполне могли расти. Но нет. Пока ничего нет. Движемся дальше. Дарый лес. Дарый лес. Дарый лес. Ну, прям грех не собрать. Тем более, очень далеко от трассы. Я, наверное, его все-таки соберу. На безгребье и рак рыба. А у нас на безгребье и шиповник гриб. А, на безрыбье и рак рыба. А у нас на безгребье и шиповник гриб. Так что собираем. Переехали в еще один лес. По Фатежскому району. И вот наши находки здесь. Это осиновые грузди. Здесь кто-то уже потоптался, раздавил. А эти мы возьмем. Да, пошли осиновые грузди. О, сейчас мы их и соберем. Посмотрите. Отличные. Галя уже нашла три подберезовика. А я пока пособираю грузди. Ну, уже хорошо. Уже не зря сюда приехали. Уедем с груздями. Посмотрите. Ну, отлично. Берем. Да. Все, да я иду. Иду. Целую поляну нашли. И вот, посмотрите. Здесь вообще вот они. Шикарные. Ага. Да. Все. Хорошо. Много тут все нахожу. Да. Особенно маленькие вот эти храши вообще. Сами надо искать. Да. Ищи тоже. Это как-то... Да. Вон, целое полянище. Без грибов уже домой не уедем. Ну вот, друзья. Уже мы с грибами. Хоть с груздями, но все равно. А что? Грузи тоже шикарные грибы. Главное уметь их готовить. Все. А я грузди люблю жарить. Я их жарю на зиму. Очень много лука и масла. И морожу. Замораживаю. И вы знаете, зимой за уши просто не оттянуть. Такие вкусные грибы получаются. Не очень. Вообще, запах, конечно, чувствуется груздевый. Но без него никуда. Но все равно. Грибы шикарные. А зразы, какие с ними получаются. Вообще обалденные. Так. Старый гриб не буду этот брать. Сейчас вот эти сложу. Тут вот еще есть. Смотрите. Отличные какие. Маленькие. Хорошенькие. Вот этот хоть и маленький, но не очень. А вот эти возьмем. Так. Этот вот староват. Хотя грудей нет. Нет. Этот старый уже совсем плохой. Здесь есть еще. Вот. Посмотрите. Еще два. Хоть и крупных, но отличных. Возьмем эти сюда. Нет. Вот этот тоже староватый. Видите? Посмотрите. Старый не буду брать. Я думаю, когда есть из чего выбрать. Хоть и не так много грибов. Но нам их много и не надо. Вот. Это оставим. Я думаю, что тут вокруг этого деревца походить надо. Этот вот хоть и староват, но ничего. Вот эти мы забираем. А эти оставляем. Сейчас еще здесь посмотрим. Хотя место шикарное. Здесь бы подберезовики. Я думаю, что подберезовиков здесь бывает много. Посмотрите, какое место. Прямо для подберезовиков. Но пока нет подберезовиков. Ну, ничего. Грузди тоже это уже хорошо. Так что собираем грузди. Посмотрите, уже пакет набирается. Не стала я их в корзину складывать, потому что там у меня еще маслята. Поэтому грузди собираем отдельно. Если даже пакетик наберу, это уже будет отлично. Больше мне и не нужно. Все. Идем дальше. А вот мне не надо идти. Посмотрите. Посмотрите. Вот три штучки шикарных груздей. О, какие. Профи, ты меня лучше подберезовики найди. Ходишь, лижешь меня. Профи сегодня счастье. Очередной раз в лесу. Она лес очень любит. Лес это прям ее стихия. Тоже она здесь бегает, набегивается. Спит ночью вообще шикарно. Никому не мешает. Даже в туалет вечером забывает сходить. Днем сходим с ней. Идите тоже вот. Но грибы уже не очень старенькие. Не будем их брать. Так. Да. Сюда, значит, надо еще попозже приезжать. Все кажется, что уже пора, пора. Грибы пошли. Хотя подберезовики подпадаются большие. И даже уже старенькие. Но в маленьком количестве. Грибов мало. Удивительно, но мало. Вроде бы и дожди прошли. И похолодание. Сейчас потепление. Солнышко светит. Чего грибам не хватает? Непонятно. Но пока их еще в таком количестве, в каком хотелось бы, пока их нет. Ну что, вроде тут я тоже грибы собрала. Идем дальше. Друзья, перешли вот на такую большую поляну. Хотели перейти в другой лесочек. И посмотрите, что мне на пути попалось. Подберезовики. Наконец-то. Я уже и подберезовиком рада. Ну что, срываем. Ну-ка. Посмотрим. Отличный. Староватый, но все-таки не червивый. И я его возьму. Посмотрим второй. Ох, тоже большой. Водяной. Ну, все-таки не червивый, друзья. И третий. Самый, посмотрите, какой хороший. Ну-ка. Отличный. Посмотрите. Отличный. Ура. Я сегодня с подберезовиками. И я очень этому рада. Так. Я, значит, не буду с этого места уходить. Поищем еще. У нас уже грузди есть. Есть подберезовики. Ну, все. Удача уже и на нашей стороне. Отлично. Походим, поищем. А вдруг нам еще что-то улыбнется. Такой урожай у нас сегодня мы собрали. В основном грузди. А еще подберезовики, немножко маслят. Дубовики даже попались. И волнушки. Мы довольны. Нагулялись. В лес за маслятами вон туда мы решили не идти. А на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов. Пока-пока.